Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Две передачи назад мы начали очень интересный разговор о сотрудничестве или противопоставлении науки и религии. Сегодня мы предлагаем продолжить эту увлекательную беседу с нашим экспертом, доктором физико-математических наук, математиком, членом Американского клуба математиков, профессором Самарского государственного технического университета Геннадием Анатольевичем Калябином. Здравствуйте, Геннадий Анатольевич. Спасибо большое. Мы с вами в прошлой нашей передаче осветили вопрос соотношения науки и религии, говорили о том, что на самом деле конфликт между этими двумя типами, видами знаний достаточно надуман. В прошлую передачу мы постарались осветить самый, наверное, такой остро стоящий вопрос, вопрос теории эволюции. И прошлую нашу передачу мы обозначили как наука и религия, вопросы верующих к ученым. А теперь вот в третью нашу передачу мне бы хотелось посвятить другой теме, наука и религия, вопросы ученых к верующим. Или даже, наверное, так, вопрос атеистов к верующим ученым. Потому что очень часто, читая Священное Писание, очень часто, касаясь каких-то догм церкви, люди, ученые, атеисты начинают рассматривать их, ну, чуть ли не с логарифмической линейкой, слишком буквально начинают ко всему подходить. И возникает некое недоумение, некая даже вот ситуация конфликта. Начнем с вами вот с той же космогонии, с которой мы начали в прошлую нашу передачу. Мы говорили об уникальной научной картине мира. Посмотрим. Сегодня начнем с космогонии библейской, то есть как с точки зрения Библии был сотворен мир. И первое, к чему придираются и начинают задавать свои вопросы атеистического склада ума люди, это понятие о шести днях творения. Причем есть в этом повествовании тоже, как им кажется, некие несоответствия. Вот, мол, Господь сначала сотворил свет, а источник света, солнце, появляется в четвертый день творения. Как это возможно, как это увязывается. Вот чтобы вы, как верующий ученый, потому что очень часто священники не в авторитете, хочется именно людям услышать научное обоснование концепций, которые поднимаются в Библии. Чтобы вы, как верующий ученый, ответили человеку, адресующему к вам такой вопрос. Ну, вот сами дни шестоднева, это совсем особые, уникальные, таких больше они не повторяются. В этот момент Бог создавал пространство, время, само время было создано тогда. То есть времени до этого не было. Силы, всевозможные частицы, в том числе свет. Свет был сотворен одним, ну, как сотворен, это Библия говорит, и современные теории космогонические тоже говорят о некотором начальном таком моменте. Хотя я, конечно, по-разному. Вот, значит, это были особые периоды, но они имели 24 земных часа, часа каждый. Свет был создан в первый день, без всяких светил, светил никаких не было еще. Вот, облик земли преобразовался, появились живые существа по их родам. Ну, потом светило вот эти на четвертый день. И животные, и, значит, царь природы созданного мира, это человек. Ну, главным образом, спор и недоумение возникает, как может быть столь огромный мир, быть создан за шесть дней. Ну, это очень просто, значит, здесь то, что он огромен, Господь распростирает, он же всемогущий, он распростирает, так сказать, небеса. И Вселенная вначале была, скажем, маленькой, сейчас теория Большого взрыва, ну, разные варианты, значит, подтверждают это, что сначала мир был относительно маленький, потом он расширился. Божественными силами, часть ведь сил до сих пор неизвестны, темная материя, темная энергия, которые составляют, ну, наверное, больше 90% всей массы, они как бы не познаны, они неизвестны. Мы только 10%, видимо, не более, 5% можем сказать, что мы их исследовали, остальные мы не знаем. Вот. И эти огромные силы, они могли изменить. Значит, кроме того, мы не знаем, что такое время. Мы, то время, которое мы знаем, это наше земное или околосолнечное время, вот здесь, рядом с нами. Какое время там, далеко, мы не знаем. И как узнать? Не можем узнать. Не знаем и не узнаем. Поэтому, учитывая, что это еще Пуанкаре, вот, кстати, прекрасный был ученый Пуанкаре, французский католик, значит, он верующий, и он научно осмысливал эти все вопросы библейские, говорил, что как раз вот нет никаких оснований считать, что время идет одинаково. Многие вещи, которые так как бы принимаются, на самом деле, не обоснованы. Сейчас это стали признавать, стали это принимать и учитывать. Вот. И поэтому, вот я вот, скажем, не так давно слышал доклад профессора Первушина из Дубны. Значит, в Дубне жил, был директором института, был Николай Николаевич Боголюбов, член ЦК КПСС, член академик там разных, вот, верующий. Построил там церковь, и при его погребении, значит, отслужена была поминальная служба, митрополит Ювеналия в Новодевичем монастыре. Люди там стояли, тысячи человек, иностранца там огромное количество были, потрясены просто. Но он был убежденный верующий человек. Директор института ядерных исследований. И вот его один из учеников рассказывал, действительно, говорит, что время, оно как, что такое время? Это нечто, какой-то должен быть процесс. Процесс, скажем, выпадания вещества, перехода одной материи, скажем, ну, материи, скажем, невидимой материи, или непознанной, скажем, темной материи, которой мы не можем наблюдать, переход ее в какую-то форму. Вот этот переход, это будет время. Чем больше прошло времени, тем больше, значит, этого прошло. Время разное, оно связано с пространством, время меняется. Ну, тут, конечно, много еще остается неисследованного. Многие ученые так считали, но их концепции, можно сказать, активно замалчиваются, активно. Вот Хокинг стал сейчас что-то такое говорить на эту тему. Ну, вообще, космологии вот этих, о происхождении космоса, имеется, ну, по подсчетам, пять, может быть, десять разных космологий. Ну, а всего из всех видов что-то двести космологий. Я знаком с некоторыми космологами, но они мне рассказывают, что он, наверное, может спокойно писать, скажем, в рамках одной космологии, может писать в рамках другой космологии. Научная работа, она будет безукорительна, научная. Все будет в тех рамках, которые он принял, будет все правильно. Но сами предположения, откуда он взял? Ниоткуда, просто предположил. Понимаете, вот из-за этого возникает такое разнообразие всяких предположений, гипотез, а решений вопроса, значит, нету. Решений вопроса нету. Понятно. Еще такой вопрос. Ну, когда читают первую книгу Библии, книгу Бытия, сталкиваются с историей про Ноя. И Ноев потоп вызывает очень много вопросов. Бесомнение. Откуда взялось столько воды, что лилось 150 дней? Куда эта вся вода делась? Есть ли какие-нибудь научные данные, подтверждающие истинность данных событий? Конечно, это вопрос совершенно реальный. Сам потоп произошел относительно недавно, может быть, 5000 лет назад. Ну, приблизительно. 5500, ну, так, приблизительно лет. И вода-то была. Почему вода-то не была? Вода была в толстых облаках. Солнце, Ной увидел радугу впервые. То есть, солнце не было видно на земле. Пар от земли орошал землю. То есть, мы имели на земле прониковый эффект. На северном полюсе жили мамонты, какие-то животные такие, которые не могут в холоде жить. Правильно? Вот. И там какие-то другие... Это как-то доказано? То есть... Раскопками они потом, когда пришло похолодание, они погибли. Ясно, что климат был другим. Ну, огромные залежи улья на Шпицбергене. И другие факты. Совершеннейшие факты. Только факты. Вот в науке часто факт и некие предположения смешиваются. Надо все-таки держаться в фактах. Вот. Вода, то есть, была. Много воды есть в земле. Огромные реки воды текут внутри земли. Вот. Они все, по слову Господню, обрушились на землю. Закрыли ее поверхность. Всю. Ну, а потом, естественно, стали стекать. А куда? Там же были некие углубления. Если углубления полностью заполнились водой, как раз нормально. Это океаны. Они вот перед нами. Ничего искать не надо. То есть, все есть. А вот, говорят, обломки Нового Ковчега где-то остались. Обломки, да. В Армении вы можете их видеть, так сказать, в Ичмядзине. Их находили монахи. Там есть в летописях упоминания. Относительно недавно, скажем, может быть, 200 лет назад. А ученые их пытались изучать? Вот, когда началась археология. Археология сама по себе. Сама археология. Пытались какую-то трою копать. Там еще Вавилон. Откопали. Только в 19 веке. В самом конце 18 веке. До этого не было. Археологии не было. Вот, когда она появилась, то в какой-то момент, значит, возникло желание пойти на вот гору Арарат Ковчег, который там армяне утверждают. У них есть какие-то обломки, как вот деревянные сооружения. Сам этот Ковчег находится во льду. Его можно, как говорят, иногда видеть. Ну, это так, надо исследовать. Но после политических событий, значит, территория Армении резко уменьшилась. Значит, и гора Арарат находится в Турции. И турки запрещают проводить какие-либо археологические раскопки, исследования на горе Арарат. Это запрещено. Там военные базы находятся. Бывшая армянская территория отошла к Турции. Значит, Сталин хотел вернуть эту территорию в 45-м году. Ну, там Черчилль подействовал, значит. Не взяли. То есть, сейчас эта территория, так сказать, необитаемая. Там какие-то гористые, тяжелые местности. Где-то под горой, значит, какие-то базы военные. Вот. И все. То есть, исследования проводятся. Еще. Значит, еще косвенным исследованием вот этого потопа были бы, значит, наводнения. Они же, это же тоже потоп, это некое наводнение. По наводнению происходит цунами. Цунами, извержение вулканов, селевые потоки. Они происходят. И, вы знаете, показывают точно такую картину. Вот особенно подробно изучено было извержение вулкана Сент-Хелленс, Святой Елены, значит, в США. Вот. И был образован слой вот таких, значит, пород. Ну, в течение, может быть, одного года. За пять лет из деревьев, за пять лет. Это научный факт, его просто откопали. Американцы же исследуют на своей территории. Этот самый. Деревья, которые там были на горе, на этой, они упали все в озеро, в воду. Грязь туда упала, все. Через пять лет выкапывают каменный уголь, пожалуйста. Значит, каменный уголь образуется за пять лет. Никаких таких исследований. Образование слоев вот этого, с которыми мы видим слои. Вот видите, огромный, значит, разрез, много слоев. Говорят, это миллионы лет. Ничего подобного. Это может быть десять дней. Или там один... Несколько часов. А вот все-таки... Не проводятся исследования. Нет финансирования. Никто не финансирует. Потому что это не соответствует человеческим... Желанию испорченного человека. Он не желает это исследовать. Потому что он увидит, что это так. Поймет, что это действительно так и есть. Уже некоторые исследования за собственные средства кто-то делал. Французы и так далее. Но это... Нужна государственная поддержка. Это очень важный вопрос. Ну, а то, что вода никуда не делается, она находится на земле. Океан же огромный наполнен водой. Той самый. Той самый. В пять раз больше. В пять раз больше океанов, чем суши. Поэтому там соль растворились. Вот, пожалуйста. Которые там лежали. Вот оно все стало. Соленая вода. То есть, она никуда не делается. Она вода. В огромном количестве. А еще такой вопрос. Тоже вот читают Библию дальше. И доходят до чуда солнцестояния. Состояние при Гаваоне. Может быть, вы не считаете. Гаваон, да. Это важное было. Историческое событие. Да. В жизни. Когда Иисус Новин при битве за город, он не понимает, что в течение светового дня, 12-часового, он не успевает окончить битву. Не может, не успевает разбить врага. Не успевает разбить, да. Не успевает разбить врага. Он повелевает солнцу встать. И вот по Библии солнце послушалось его, встало. И вот естественный вопрос. Но это же не могло не отразиться на жизни планеты. То есть, если такое чудо действительно произошло, каким-то образом оно должно было отразиться. Из-за того, что Бог является всемогущим. Он установил свои законы природы. Природе он дал законы. Он законодатель. Поэтому он может дать и новые законы. Или ввести новые. Или изменить старые. Приостановить. И это подтверждается. Действительно, это подтверждается именно в сказаниях народов. Древних. Именно в африканских странах. В европейских. Везде есть упоминания. В Китае есть упоминания об очень длинном дне. Что один из дней был очень длинный. То есть, сколько-то продолжает. Они же древние понимали, как он продолжался. Но он был необычайно длинным. А в западном полушарии, наоборот, было, имеется сказание в разных племенах, что один из дней тоже какой-то день указывается. Вот пришел этот день, когда сам день был очень короткий. Ночь была длинная. Сутки состояли почти из одной ночи. Ну и объяснить можно просто. Поскольку Господь повелевает всеми силами, Он мог повернуть лучи солнечные, чтобы они все время светили, так сказать. Хотя земля поворачивается, но лучи можно повернуть другой силой, другими силами. Сейчас вот у людей тоже есть какая горжа, они там делают ускоритель, еще что-то. Но тут у Бога силы гораздо больше. Он поворачивает эту силу, и своей силой поворачивает свет, и он светит туда, куда попросил. И в другом месте, естественно, света будет меньше. Но и там будет ночь. Вот такое совсем несложное объяснение. Не хотят вникать. В календаре обозначен какой-то год. Я не могу сказать, когда это было точно. Вопросы календарные, они сложны на самом деле. Вот если мы рассуждаем о календарях, что-то мы знаем более хорошо, надежно, а что-то не совсем надежно. Особенно, когда мы берем какие-то источники, летопись, там скрадываются ускорения, сдвиги и так далее. Но примерно вот в это время, в историческое, во время завоевания Израилем, вот этой обетованной земли. Я вот немножечко пытался о другом спросить. То есть, ну вот есть понятие високосного года. Понятное дело, то есть... Но сейчас високосный год. Да, вот мы понимаем, как высчитывается, как вот набираются эти лишние сутки за несколько лет, да, и почему в определенный момент следование года... Требует еще одного дня. Требует еще одного дня. Вот если солнце встало где-то, то есть получается, лишние эти вот минуты, они куда-то же должны были прибавиться. То есть вот... Или что-то я неправильно понимаю. Нет. Ничего не должно прибавиться. Просто лучи, идущие от солнца. Есть время, так сказать, ведь самое время, которое мы... Эстатрамическое. Это по звездам. По звездам. Вот расположение звезда... Солнца среди звезд вот через соответствующий период, год, оно повторяется. Или Земля окажется на орбите. Вот эта вот система Птолемейская и Копернинская, о которой мы вначале говорили, то они просто разные способы объяснения. Значит, с точки зрения Эйнштейна, теории относительности, два разных способа. Но способ, значит, Коперника, Галилея удобнее, потому что масса солнца очень велика. Остальные планеты ничтожную массу имеют, поэтому мы можем пользоваться вот этой, удобнее пользуются этой системой. А, значит, что касается остановки солнца, то это скорее многие отцы так и говорили, что не солнце остановилось, а его положение, вид остановился. То есть лучи от него повернулись. Оно двигается. Но луч от него идет не по прямой линии, а по кривой. И попадает на нужное место. Тем самым где-то света будет меньше. Где-то ночь настанет раньше. Или не взойдет солнце. Позже взойдет. Но потом, когда это произошло, опять другая сила, обратное действие, так сказать, и все восстановилось. То есть никакого смещения по времени не произошло. Вот можно здесь сказать об этом календаре, который сейчас пытаются Григорианский навязывать. Он ужасно нелепый. Ужасно нелепый. Значит, Папа Римский и Григорий XIII, он не только там что-то, длину года там чуть-чуть поправил. Ну, по правилам и что. Не важно. Это уточнение несущественно. Григорианский является истинным. Он используется в астрономии. В астрономии используется только григорианский календарь. Никакого григорианского нельзя. Но Григорий ввел еще 10 дней пропустил. У него после 2 октября наступило сразу 13. 10 дней в истории католического. Нет. А как так? Объявил все. Солнце неправильно стоит. Сдвиг астрономический туда-сюда. Надо корректно. Он не просто изменил длительность года, а еще ввел поправку 10 дней. Понимаете, сместил вот это все. Сейчас такая путаница. Но сделано это не для каких-то научных соображений. Какие-то у него были, конечно, и научные соображения, и какие-то советники были. Ученые, астрономы, хронологи. Они что-то там такое советовали ему. Но главная у него причина была такая, что кто принимает мой календарь, тот мне подчиняется. Это была проверка. Кто мне подчинет? Вот в конце 16 века он ввел такое действие. Но ему причиняется сначала только Италия, потом Испания. И совсем мало. Германия вообще игнорировала очень долго. Петр Первый даже не думал, хотя он перенес празднование Нового года на 1 января. Но по старому стилю, конечно. Вот тот Новый год, старый русский, так сказать, старый Новый год, это Петровский год. Ну, такую мысль, как 10 дней выбросить из истории. Конечно, в науке Григорьевский календарь не используется. Но сейчас последний папа при встрече с Патриархом сказал, что готов Пасху праздновать с нами. Спасибо, Геннадий Анатольевич. Может быть, это и радость. Это Арина. Может быть, и нет. Спасибо, Геннадий Анатольевич, за еще один интересный диалог, интересный разговор. Как всегда, время бежит неумолимо. Не все мы успели... Не успели мы многого обсудить. Однако вот цикл наших бесед, такой вот из трех передач, он на сегодня подходит к концу. Вот. Мне кажется, достаточно интересный разговор получился именно о соотношении науки и религии. И как минимум, может быть, мы не на все вопросы ответили, но мы... Важнее, наверное, даже не ответить на все вопросы, а поставить новые. Чтобы не дать каких-то ответов, а поставить новые вопросы для того, чтобы человек начал или продолжал думать и задавать вопросы и к церкви, и к науке, и к религии. Спасибо вам большое за то, что уделено внимание. А с вами, дорогие друзья, мы на сегодня прощаемся. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин